Хочу объявить первый доклад. Бибиков Михаил Вадимович. Рукописные греческие жития древнерусских святых. Афонские находки. Спасибо, Елечка. Просьбу подготовить и предоставить им за год примерно до празднования тысячелетия образования и существования русского монастыря на Афоне такую историческую справку об основании монастыря, на основе чего эта датировка устанавливается, какие сложности, почему кто-то не верит в это, кто-то считает, что это неправильно и так далее. Я этим занялся и в ходе исследования я обратил внимание, что есть одна ссылка на неисследованный и неизвестный, но существующий текст некого сочинения Афониада, который подготовил Яков Неоскитиот, как сказано в рукописях. Я обратился к этому. Текст неизвестный. Яков Неоскитиот абсолютно неизвестный. Ни в одном из справочников из энциклопедии, причем, ну ладно, там православная энциклопедия в России, но ее нет. Неизвестный. В лексиконе филтологи и энциклопедия, в общем, нет, но какие-то стали появляться буквально вот в 12-13 году работы прежде всего афонского монаха, исследователь, рукописник, который находится в Потапе Кавса Калевита, который посвятил диссертацию свою, защитил в 12-м году в Салониках на трологическом факультете. Ну, он о другом писал. Он писал о Якове как о богословии и изучал тексты его богословских сочинений. Ну, дальше больше я обратил внимание, а что же на Афоне, какое его наследие. Ну, в основном, вот до поездки на Афон вот этой в 15-м году, по каталогам, по новым каталогам. И выяснилось, что это писец, который переписал довольно большой объем книг, которые сейчас хранятся, рукописных книг, которые хранятся в разных монастырях. Не в одном, а в новом скиту, поскольку он там находился. И, в общем, ступенькой за ступенькой выяснилось его судьбу. И он очень благодатен для нас, потому что он оставлял всюду большие колофоны, где писал о себе, об обстоятельствах, работанных той или иной рукописной книгой. И удалось более-менее восстановить его путь автор и писец, и редактор, и составитель сборников различных. Конца 18-го, начала 19-го века, совсем поздний. Поэтому, кстати сказать, и его сочинения не вызывали большого интереса, потому что, ну что ж, 19-й век уж, тут и книгопечатание, что ж тут может быть в рукописном памятнике. Но, тем не менее, изучение того, что вышло из-под его пера, и переписано, и составлено, и сочинено, вот дало определенные результаты. В последнее время получает все большее развитие и утверждается в качестве нового метода изучения древнерусских памятников, литературы, истории, духовной жизни, анализ текстов древнерусского происхождения, не дошедших, однако, в оригинале, но сохранившихся в иноязычных переводах и переложениях, например, в греческих, византийских и поствизантийских. Это относится, прежде всего, к памятникам о географии, литургике, отчасти к актовому материалу, к посланиям и соглашениям, к кратким хроникам и так далее. Особое место в этой связи принадлежит памятникам византийского и пост-византийского происхождения, в частности, связанным своим рождением с обителями Святой Горы Афона, Центром Притяжения и Взаимных Контактов, авторов, переводчиков, редакторов-копиистов многоэтнического мира средневековой православной книжности. В современной гуманитарной науке вообще и в истории русской, византийской и пост-византийской литературы, в частности, трудно представить себе появление какой-либо новой, неизвестной еще исторической фигуры автора, достойного занять ведущее положение в круге тех или иных протагонистов определенного вида литературы. Еще более неожиданной была бы встреча с такого рода открытием в области истории Афона, афонской литературы, традиционной традиции афонского историописания, той сферы, которого с самого конца прошедшего века и особенно уже первые годы нынешнего века стала областью особого интереса и многочисленных новых публикаций как у нас в стране, так и зарубежом. Но именно здесь исследователи поджидают успех. Имя афонского монаха Якова Ниаскетеота, родившегося в 90-х годах 18 века и скончавшегося в 1869 году, называемого также во собственных рукописных автографах и литературе Яковом Водопецким, Яковом Святогорцем, Яковом Афонским и другим, он сам себя так называет в разных кухнях, по-разному, неизвестен большинство справочников и энциклопедий, единичное упоминание о нем и отсылки и в афоно-веческой научной литературе. Ну вот в работах буквально последних лет, 11-12 года, образ святогорского монаха вырастает в фигуру значительного масштаба, будь то в области агеографии, литургии и гимнографии, чему как раз посвятил специальное исследование современный афонский монах Потапиков Калиевит, защитивший, как я уже сказал, диссертацию в Солунском университете на футитологии, будь то в области богословия, как теоретического, так и практического, представляющего, как его назвали, своего рода народный иссихазм исследования, авторотологические исследования Кутуны, будь то в области историографической литературы, как создателя фундаментального труда Афониада, чему, собственно, я основное внимание выделял. Самозаглавие монументального труда как бы провоцирует читателей на ассоциации с Элиадой или Алексиадой во след Анне Камнии. Особое значение этот опус Магнус имеет в силу того, что отражает исторические представления самого афонского монашеского, представляя как бы взгляд изнутри, с другой стороны. Якова были доступны многочисленные документы афонских архивов. Он был архивариусом в ряде обителей и систематизировал рукописные собрания монастырей. Тех архивов, которые не всегда доступны мирянам или визитерам, вроде бы меня. В Афониаде, наконец, сублимировались многие афонские устные легенды и версии объяснения тех или иных событий, которые лежат в основе уже собственной научной критической истории Афона, начиная с епископа Парфири Успенского. Афониада в разных редакциях сохранилась в четырех версиях автографов Иакова, которые датируются, соответственно, 1848, 55, 60 и 65 годов. Это самый ранний, это кодекс скита Святой Анны, 156, вторая, 55-го редакция, это Пантелеймон, 282, третья, сокращенная редакция, Ватапет, греческая, 17, 08, и последняя, самая полная, самая объемная, Пантелеймон, греческая, 281. Из замечательных тем, что они имеют в своем составе тексты о хрящении Руси, о начале монастырского строительства и, главное, содержат в греческом переводе жития прежде всего древнерусских святых Антония Печерского и Феодосия Печерского и в связи с этим повествование о начале монашества в России, на Руси. Анализ греческого текста жития Антония Печерского, включенного и Аковом в Афониаде. Приводит к выводу о специальном внимании афонского материала по истории русской, а также сербской, болгарской и других поместных тормей, в том числе молдаваларской, лирийской, занимает все большее место в структуре Афониады, если проследить эволюцию ее текстов от первоначального списка, датированного 1848 годом до последнего законченного в 1865 году за несколько, за четыре года до смерти. В авторском коллофоне Иакова Симона Свято-Пантелеймонова монастыря Азария Попцов представлен в качестве фактически соавтора памятника, который являлся переводчиком славяно-русских сюжетов и текстов. Побудительным мотивом становления также становятся также прошения, как Яков пишет, русского архимандрита из икона Отца Иеронима. Работа над книгой в основном протекала в Новом Скиту, он поэтому называется Яков Нескителком, и успешно завершилась в 1855 году. Последняя, самая объемная, как сказано в 845 страниц по Геннадзе в кодексе редакция будет завершена Яковом через 10 лет в русском монастыре, где она хранится в собрании до сих пор. Итак, создание данной самой полной Свято-Пантелеймоновой версии Афониады непосредственно связано русским монастырем. Оно было выполнено по просьбе русского архимандрита, как он ошибочно пишет, потому что отец Иероним Соломенцев, он не был архимандритом, он был духовником, исповедником русского монастыря, и он заказал Якову этот труд. И схемонаха, как я уже сказал, Азария Попцова, знатока славянских языков, прославившегося впоследствии переводами греческих актов русского Свято-Пантелеймонового монастыря, опубликованных впервые в Киеве, а также изданной за темой первой истории русского монастыря на Афоне. Углубление и расширение русской тематики сочинения нашло свое отражение и в ткани произведения. Ну, я, позвольте, не буду, я, я, поскольку это год на больше года назад я предлагал и дальше у меня текст о житии Антония и житии Феодосия в сравнении с русскими источниками, но я уже это опубликовал, все это, каптелевские чтения, последний выпуск прошлогодней и трехлетней давности. Там подробно об этом сказано, тем более это текстологические сравнения, они на слух не. Смысл какой, что если жития Антония в общем восходит к единственному тексту, который нам известен, который вошел в повесть временных лет, то уже север Феодосия более сложный текст, потому что там есть совпадение не только с текстом повести временных лет, связанной, видимо, типиконом Киево-Печерских, с патриком, простите, Киево-Печерских отцов, но также и с текстом, который воспроизведен в успешном сборнике жития Феодосия Печерского, и что самое интересное, и даже какие-то совпадения имеются только в Синоксаре Макария, то есть памятник значительно более поздний. И вот такая контоминация различных текстов различного происхождения, она характерна для жития Феодосия, что говорит о таком неформальном обращении к этому тексту. В непосредственной связи с указанным трудом Якова находится еще один греческий кодек, хранящийся на Афоне в рукописном собрании, тоже библиотеки русского монастыря Святого Пантелеймона. Это кодекс Пантелеймона монастыря греческий 283. В книге содержатся неизвестные до сели греческие переводы древнерусских литургиченких и агеографических памятников и другие материалы по русской, сербской, болгарской истории Афоны. Сборник содержит греческие тексты последования Святому Покрову, последования преподобному Антонию Россу, то есть Антонию Печерскому, его житие, служба и житие Феодосия Игумена Переческвои, то есть Пещера, то есть Кодосий Печерский. Особый раздел сборника открывается на листе 47 оборот новым агеографическим текстом. Месяцы ноября 23-го последования Святого Митрофана. И далее переписаны стихи и службы в честь Святого Митрофана Воронежского. И наконец на листах 53-69 оборот обещено житие и деяние и живосвятых отца нашего Митрофана названо в ангельском образе Макарием первого епископа Воронежа чудотворцем переведено с русского наречия на наше. Если появление текстов в жития Антония и Феодосия Печерского как бы ясно первые первые монахи на Руси то каким образом почему Митрофан Воронежский действие Петровской эпохи только что канонизирован буквально в 38-м году вышло напечатано житие которое видимо очевидно и использовал Яков и его помощник при подготовке этого перевода. Особый интерес к Митрофану Воронежскому связан по-видимому с тем что во-первых сравнительно незадолго перед созданием греческого афонского текста состоялось прославление преподобного в России сопровождавшееся изданием его жития. Сначала было изно так называемое начертание жития а затем и само житие коммуническое и во-вторых его имя было хорошо известно Афанитам и во самом центре Свят Пантелемонов монастыря в непосредственной близости как от соборного храма Пантелемона так и от здания монастырской библиотеки был поставлен как раз в это время когда датирован сборник дополнительный 48-го года стоит храм Святого Митрофана Воронежского и по-видимому интересно узнать во-первых новый святой в России долго не было никаких канонизаций памятник поставлен только буквально на глазах у Якова и Ахов и вызвал интерес и попытку объяснить самые ранние святые русской географической традиции как бы самые поздние современные начало 19 века и последнее к тексту Жития Митрофана греческой рукописи примыкает пространное повествование о чудесах исцеления случившееся на могиле святого предварительное сопоставление греческого текста и поиск его источника в русской традиции показывает что в основе перевода лежит текст соответствующий повествования о связанной видимо с процессом канонизации Митрофана в России лежит текст подготовленный Филаретом Дроздовым таков афонский состав афонских упорников греческого жития греческие жития Антония и Феодосии и Митрофана Воронежского в них содержится и кое-что новое то, чего мы не можем пока найти в русских источниках так заключительная часть греческого жития Феодосия Печерского не находит соответствия ни в одном из известных русских или греческих источников в тексте писанном кстати сборники другой рукой неякова сообщается о нахождении в той же обители Киево-Печерской останков 110 праведников а также мастеров строителей собора художников расписавших монастырский храм спасибо Михаил Вадимович спасибо большое за доклад